Мы поговорим про вернуть себе себя, 9 причин, по которым стоит начать питаться и жить осознанно уже сегодня. Я Алена, нутрициолог-психолог, соответственно, вы на моем канале. Кто-то у меня в консультациях, кто-то просто на канале. И сегодня мы поговорим про то, что жизнь с понедельника уже началась. Позволяю себе вспомнить три основных мотивации, о которых мы как раз уже рассуждали. Другой момент – это размножение, выживание и иерархический инстинкт. Стремление быть лучшим, а точнее лучшей среди конкурентов. Это прям-таки классная история для мотивации. Плюс выживание – это страх, который дается многим. Если вы останетесь без денег или без чего-то, все хотят жить, все хотят двигаться, все хотят работать. Другой момент – питание и самоконтроль. Что осознанное питание и самоконтроль дали мне за эти годы? Конечно, у меня были колебания с весом и приличная разная композиция тела. То похожая на подростка, то на толстую бабку. Без комментариев – это просто классно, легко и приятно. То есть, если мы с вами говорим про месяца, когда я залипала в консультациях, это была какая-то размазанная тетка, которая просто сидит в раскорячку и умничает. Когда я занималась много спортом, простите, мне не было времени до каких-то других моментов. Я стала, похоже, быть на подростка. Это тоже не очень здорово, но у меня был тогда интерес марафона и всего этого. В общем, это стало частью моей жизни. Другой момент – вот такие крайности, когда вы или на работе, или где-то еще, они очень вредят организму. То есть, здесь мы говорим, что лучше вводить так час активности в день, остальное – это или работа, или не работа. Соответственно, сейчас мне пишут, какие витамины вам нужны, какие микроэлементы, чек-листы. Все это продается очень быстро. Но я вас научу самому простому моменту. Хорошая работоспособность зависит от того, как вы едите, что вы делаете. Мозг, как и тело, говорит огромное спасибо за умеренность, нагрузки и чистый рацион. Они становятся просто… мозг становится продуктивным. Навык управлять своим временем таким образом, что я одна выполняю работы маленькой фирмы и нахожу достаточное время для себя. Соответственно, при плотном графике – это, да, свобода, а не наоборот, хаос, настоящее болото. Умение ценить себя и свои ресурсы – это супер важно. И навык фокусировать внимание исключительно на позитиве, на том, что помогает, а не том, что мешает – это тоже важно. Другой момент – способность больше отдавать, делиться энергией, ничего при этом не теряя. Знаете же, что жертвы, которые вечно все взваливают на себя, ноют-то у них все плохо. Соответственно, маленькие шаги работают лучше всего, поверьте. Поэтому, если мы с вами говорим про работу с окружением и разумное дистанцирование от людей, которые все время ноют, это ключ к использованию своего потенциала. Плюс, я бы сказала, что осознанное питание и самоконтроль дали мне за это время. Это умение оценить себя и свои ресурсы. То есть, вот такими маленькими моментами вы можете себя уже подстегнуть и уже это образ жизни. Пишите вопросы.